Новые аудиокниги на нашем канале бесплатно каждую неделю. Подпишись и нажми на колокольчик, чтобы не пропустить. Об авторе. Бенджамин Грэм – известный экономист и профессиональный инвестор. Его часто называют «отцом стоимостного инвестирования». Бенджамин Грэм, которого Уоррен Баффет считал учителем, написал эту книгу в 1949 году. Целевая аудитория разумного инвестора шире, чем просто люди, занимающиеся анализом ценных бумаг, хоть это и основная работа Грэма – как оценивать компании и их ценные бумаги. Основная ценность разумного инвестора в том, что эта книга показывает, как обращаться с инвестициями, какой метод наиболее рациональный, как контролировать свои эмоции и добиваться действительно достойных результатов в управлении капиталом. Нет четкого плана, как удвоить ваши деньги за неделю или месяц, и нет плана, который поможет вам быстро разбогатеть. Однако есть некоторые базовые знания о том, как думать об инвестициях и как действовать, чтобы минимизировать затраты и максимизировать результаты. Одна из самых известных концепций, о которых говорил Грэм в своей книге – это «мистер рынок», идея о том, что существует рынок, подверженный эмоциям. Сегодня цены растут, потому что оптимистично настроенные инвесторы или спекулянты покупают акции той или иной компании, а завтра настроение может измениться и цены упадут. Все это никак не повлияет на основную стоимость компании и ее бизнес. Ключ к успешному инвестированию – это понимание истинной стоимости компании и приобретение акций в самые пессимистические моменты. Разумный инвестор не только содержит советы по инвестированию в ценные бумаги, но и подробно описывает уникальные методы инвестирования, разработанные автором, инвестирование в ликвидные активы, предпринимательство и защита вложений в ценные бумаги и так далее. Как один из самых уважаемых экономистов и инвесторов в истории мира, Бенджамин Грэм проанализировал все аспекты разработки и реализации эффективной инвестиционной политики и определил основные принципы инвестирования и наиболее важные правила поведения для квалифицированных инвесторов. Кроме того, в книге также подробно анализируются такие вопросы, как принципы оптимальной политики инвестиционного портфеля, поиск перспективных целей инвестирования, возможные уровни инфляции и методы предотвращения инфляции. Для кого эта книга? Для тех, кто хочет грамотно управлять инвестициями и знать, что на самом деле происходит с разными типами облигаций и акций при колебаниях финансового рынка. Автор этой книги – легенда фондового рынка и создатель первого в мире индексного фонда. Козырь книги – это очень понятная для слушателя книга, которая в непринужденном стиле расскажет о том, как выгодно распоряжаться своими средствами и достичь конкретных финансовых целей. Не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропустить новинки. Два типа инвесторов Кто такой инвестор? Это человек, который очень тщательно анализирует свои капитальные вложения и доходы при осуществлении деятельности. Однако после обвала фондового рынка США в 1929-1932 годах понятие «инвестор» претерпело значительные изменения. Грэм считает, что если человек покупает акции компании на длительный период времени для получения дополнительных дивидендов, то это инвестиция. Если он покупает акции, чтобы продать их завтра по более высокой цене, то это спекуляция. Иногда инвестиционная спекуляция – необходимый инструмент для развития бизнеса. Но следует отметить, что нужно разумно отнестись к этому вопросу и заранее просчитать возможные риски. Чтобы быть хорошим и умным инвестором, недостаточно иметь высокий уровень интеллекта. Умные инвесторы должны быть терпеливыми и уметь контролировать эмоции. Разумный инвестор не позволит себе увлечься соблазном быстрого успеха. Он следит за состоянием компании, а не за темпами роста ее акций. Он рассчитывает возможные риски и выгоды и понимает реальную цену акций. Есть много моделей поведения инвесторов. Одна из них – пассивная или оборонительная позиция. Если инвестор решит действовать пассивно, он создаст портфель акций, которые не требуют регулярного управления. Такие акции могут защитить инвестиции и регулярно приносить хорошую прибыль. Главный принцип пассивных инвесторов – это распределение средств между активами и ценными бумагами. Соотношение может быть 50 на 50 или 25 на 75. Если рынок стабилен, портфель будет обновляться примерно каждые 6 месяцев. Если ситуация существенно изменится, соотношение будет меняться чаще. Широко распространено мнение, что разумные инвесторы должны следовать некоторым основным правилам при выборе акций для своего портфеля. Покупка акций 10-30 разных компаний. Обращать особое внимание на акции компаний, зарекомендовавших себе на рынке. Эти компании проводят консервативную политику финансирования. Компания, ценные бумаги, которые хотят купить инвесторы, должны иметь оборотные активы как минимум вдвое больше, чем обязательства компании. Акции компании, которая потеряла деньги за последние 10 лет – плохая инвестиция. Большинство людей считает, что выгоднее инвестировать 100% в акции компаний, которые хорошо работают на рынке. Акции с высокой стоимостью и стабильным ростом в цене. Однако Грэм рекомендует распределять инвестиции более равномерно, формируя портфель ценных бумаг нескольких компаний. Одна из самых больших ошибок, с которой может столкнуться пассивный инвестор – это мысли о том, что он может выбирать акции без предварительного проведения маркетинговых исследований и исследований фондового рынка. Знакомство с компанией не может заменить изучение финансовой отчетности, что очень важно. Психологи доказали, что чем ближе человек знаком с предметом, тем больше вероятность того, что он преувеличивает свои знания о предмете. Пассивным инвесторам не стоит поддаваться эмоциям и беспокоиться о рыночных колебаниях цен на акции. Это может привести к безрассудным инвестиционным решениям. Противоположное поведение – активные инвестиции. Активные инвесторы могут получить более высокую прибыль, но им также нужно быть осторожными. Важные моменты, на которые следует обратить внимание. Высокодоходные облигации, которые компании могут выпускать для привлечения краткосрочных средств. Иностранные государственные облигации. Этот тип инвестиций – палка о двух концах. В стабильной среде такие ценные бумаги могут служить буфером безопасности для инвесторов, но при возникновении политических проблем инвесторы не смогут в полной мере пользоваться правами на эти облигации. Покупка акций IPO. Это разновидность рулетки. Компания может выстрелить, а может прогореть. Рост акций. Это те компании, которые раньше показывали довольно хорошие финансовые показатели. Однако вам следует не только формировать свой инвестиционный портфель из таких ценных бумаг. Инвестировать имеет смысл только тогда, когда цена акций является разумной. Конвертируемые ценные бумаги. Вкладывать деньги в облигации имеет смысл только в том случае, если они конвертируются в обыкновенные акции. Они редки, им не следует слишком доверять. Если активный инвестор хочет сделать разумное вложение, он также должен следовать двум основным идеям. Решение о покупке акций должно быть обоснованным, а не спонтанным. Это решение не должно приветствоваться большинством других инвесторов или спекулянтов. Для получения высокой доходности автор рекомендует тем, кто выбирает активную модель инвестирования, обращать внимание на следующие аспекты. Первый. Не самая известная, но большая компания. Лучше всего выбирать такие акции с учетом средней прибыли в течение процентного периода. Учитывая, что рынок имеет тенденцию переоценивать акции, которые показывают значительную прибыль, можно предположить, что он недооценивает компании, которые не достигли самой высокой рейтинговой линии. Второй аспект. Доходные ценные бумаги. Торговля относится к акциям или облигациям, которые кажутся как минимум на 50% выше, чем текущая цена продажи. Чтобы понять, действительно ли вы совершили прибыльную сделку, вы должны попытаться оценить, превышает ли будущая прибыль по акциям текущие затраты, из-за которых они были недооценены. Третий аспект. Акции второй линии. Не только акции ведущих компаний могут приносить прибыль. Четвертый аспект. Какие-то особые обстоятельства. Этот вид инвестиций требует большого опыта, но может принести значительную прибыль. Когда большая компания приобретает меньшую компанию, возникает типичная особая ситуация. Помните, что активные инвесторы тоже должны быть разумными. Рекомендуется инвестировать не более 10% своих активов в самостоятельно выбранные акции. Инфляция и фондовый рынок. Чтобы делать более разумные инвестиции, вы должны понимать, что такое инфляция. Чтобы изучить этот процесс, необходимо посмотреть на изменения процентных ставок во времени. Имея исторические данные, вы можете видеть, что процентные ставки со временем растут. Однако прогнозировать будущую динамику процентных ставок рискованно. Никогда нельзя быть уверенным, каким будет это число в будущем. Возможно, стоит рассмотреть процентные ставки за последние 20 лет и использовать их в качестве основы для планирования того, что может произойти в будущем. Однако тот факт, что будущее является неопределенным, не означает, что мы должны инвестировать все наши инвестиции в облигации или акции только из-за привлекательности их текущих процентных ставок. Так больше инвесторов начинают полагаться на его доход. Чем больше портфель, тем больше ему нужно обезопасить себя от несчастных случаев. Это означает инвестирование в более широкий спектр облигаций и акций. Разумные инвесторы соблюдают определенные правила, когда имеют дело с инфляцией. Вы должны не только измерять свой инвестиционный успех по тому, что вы сделали, но также измерять свой инвестиционный успех по тому, сколько у вас будет денег после инфляции. Инфляция так и останется, это всегда нужно учитывать при анализе рисков. Как правило, запасы денежных средств превышают инфляцию в 80% случаев. Чтобы укрепить защиту от инфляции, вы можете выйти за рамки акций, например, покупая облигации. Есть причины побеспокоиться о последствиях инфляции. Это универсальная реальность. Цены на акции на самом деле опускаются ниже уровня инфляции в 20% случаев. Как инвестор, вы должны учитывать, что инфляция повредит будущие прибыли. Чтобы свести к минимуму влияние инфляции на инвестиции, необходимо рассмотреть возможность инвестирования в активы, которые соответствуют уровню инфляции или превышают ее. Например, недвижимость может быть хорошим выбором, потому что вы можете предположить, что в будущем цены вырастут. В краткосрочной перспективе рост инфляции может оказать серьезное давление на компании, которые инвесторы могут выбрать для своих портфелей. Однако, если мы посмотрим на инвестиции в течение более длительного периода времени, мы можем предположить, что стоимость облигаций и акций со временем будет соответствовать новым рыночным реалиям. Если инвестор поддастся искушению сформировать свой портфель только из акций и сосредоточиться только на инфляционных ожиданиях, то он может сбиться с пути из-за удовлетворительного роста или отрицательного снижения обменного курса. Поскольку рост цен на акции не позволит ему увидеть общую ситуацию, это может привести к плачевным результатам. В постоянно меняющейся рыночной реальности, в условиях постоянной инфляции, в новых и умирающих компаниях сложно не заблудиться. Но для того, чтобы легче прогнозировать все риски и доходность, инвесторы должны не только понимать очевидную сторону проблемы. Умные инвесторы сначала изучат фондовый рынок. Грэм считает, что одна из самых распространенных ошибок – это попытка предсказать будущее, особенно цены на акции, просто перенеся прошлое изменения на текущее время. Единственная правда, которую говорит нам история, это то, что будущее непредсказуемо. Вдобавок люди, которые, кажется, больше всего уверены в том, как будет развиваться будущее, больше всего удивляются, когда оказывается, что это не так. Чтобы не принять неверное решение, нужно задать себе следующие вопросы. Должны ли будущие доходы быть такими же, как в прошлом? Если каждый инвестор считает, что определенные акции могут гарантировать долгосрочную прибыль, означает ли это, что рынок в конечном итоге будет переоценен? Если да, то как можно получить высокий доход в будущем? Только правильно ответив на эти вопросы, инвесторы могут избежать инвестиционных ошибок на нестабильном рынке. Разумные инвесторы рассматривают рынок как подверженный ошибкам и эмоционально управляемый объект, ему не следует слепо доверять. Использовать хорошую недавнюю рыночную активность в качестве основы для прогнозов довольно рискованно. Ни один товар не будет оставаться в хорошем состоянии все время. В долгосрочной перспективе, чем с большим энтузиазмом инвесторы будут требовать акции, тем больше они будут уверены в своей неправоте в краткосрочной перспективе. Инвестирование – это не гонка, это победа над собственными действиями. Фондовый рынок – лучший выбор для пожизненных инвестиций. Такое разумное вложение означает, что безрассудные рыночные решения вряд ли будут приняты. Эффективный способ выбора акций Разумные инвесторы знают, что топ-менеджеры и бухгалтеры иногда обогащаются за счет компании и ее акционеров. Финансовая отчетность может использоваться разными способами, чтобы сделать компанию более привлекательной в финансовом отношении, чем она есть на самом деле. Компания также может досрочно признать прибыль, которая еще не поступила на ее счет. Другими словами, перед продажей спрогнозируйте годовой доход на основе количества произведенных продуктов, которые предполагается продать. Однако рациональный инвестор может сделать несколько вещей, чтобы попытаться выяснить, насколько точна финансовая отчетность компании. Первое. Читать в обратном направлении. Читая финансовую отчетность компании, начинайте с последней страницы, а затем сначала. Почти все, что компании не хотят раскрывать, находится в конце отчета. Второе. Примечание. Вы всегда должны читать сноски к финансовой отчетности в годовом отчете. Обязательно сравните сноску хотя бы с одним ближайшим конкурентом. Особенно если вы являетесь рискованным инвестором, разумно попытаться понять финансовую отчетность как можно лучше, чтобы снизить риск введения в заблуждение с сомнительным отчетом о прибылях и убытках. Пассивные и активные инвесторы по-разному выбирают акции для своих портфелей. По определению, пассивные инвесторы применяют методы долгосрочного инвестирования с низким уровнем риска. Основная цель пассивных инвесторов – защитить свои вложения, а не максимизировать прибыль. Лучший инструмент, изобретенный для этого типа инвестиций – недорогой индексный фонд. Однако некоторые инвесторы предпочитают выбирать собственные акции для своего портфеля. В этом случае рекомендуется, чтобы пассивные инвесторы владели 90% акций индексного фонда, а оставшиеся 10% акций можно было инвестировать по своему желанию. Чтобы помочь инвесторам принимать разумные инвестиционные решения, существуют следующие критерии выбора. Размер. Возможно, имеет смысл покупать небольшие акции через специальный индексный фонд. Сильное финансовое положение. Оборотные активы компании как минимум вдвое превышают ее текущее обязательство, а долгосрочные обязательства не превышают оборотный капитал. Стабильный доход. Если каждые 10 лет акция приносит некоторую прибыль, она будет стабильно расти. Дивидендный отсчет. Вам нужно выбрать компанию, которая выплачивает дивиденды и имеет аналогичную историю. Вам следует выбирать только те акции, текущая цена которых не превышает 15-кратную среднюю доходность за последние три года. Вы не должны рассчитывать на получение быстрой прибыли с помощью этой инвестиционной модели. Однако этот метод максимально обезопасит инвесторов от рисков и обеспечит долгосрочную хорошую доходность. Активным инвесторам рекомендуется вкладывать 90% своего капитала в инвестиционные фонды и покупать только оставшиеся 10% акций. Чтобы получить максимальную выгоду, вам следует искать акции и отрасли, которые временно устарели. Изучая сопоставимые предприятия или стоимость приобретения аналогичных компаний за несколько лет, вы можете получить хорошее представление о стоимости компании. Важно выяснить, кто управляет компанией и ясна ли финансовая отчетность. Хорошие менеджеры четко и честно расскажут о текущей ситуации в компании. Если менеджер больше говорит о ценах на акции, чем о бизнесе, то эти признаки указывают на то, что компания работает не так хорошо, как кажется. Самое главное, разумный инвестор должен быть дисциплинированным и последовательным. Ему следует сосредоточиться только на том, что он делает, а не на том, что делает рынок. Стоит отметить, что многие из лучших профессиональных инвесторов в первую очередь интересуются ценой акций компании, когда она падает, а не растет. Принято считать, что те, кто не может рисковать, должны быть довольны более низкой окупаемостью инвестиций. Поэтому это норма прибыли, к которой должен стремиться инвестор более или менее пропорциональна степени риска, на который он готов пойти. Оценка инвестиционного риска. Убыток – неизбежное событие. Чтобы быть разумным инвестором, вы должны быть уверены, что никогда не потеряете большую часть или все свои средства. Вы должны иметь возможность отказаться платить слишком много за вложения и минимизировать возможность полного исчезновения вашего богатства. Самый большой риск для финансового здоровья – это не акции, а сами инвесторы. Риск не в рынке, а в том, какой инвестор человек. По словам лауреата Нобелевской премии по психологии Даниэля Канемана, при принятии решения на человека часто влияют два образа мышления. Хорошо откалиброванная уверенность. Я понимаю эту инвестицию так же, как я думаю? Правильно ожидаемая неудача. Если мой результат анализа окажется неверным, о чем я буду сожалеть? Чтобы проверить уверенность инвестора, он должен задать себе следующие вопросы. Каков мой опыт принятия таких решений? Какой опыт есть у других людей, принимавших подобные решения? Если я покупаю, значит кто-то продает. Насколько вероятно, что я знаю что-то, чего не знает продавец? Если я продам, то купят другие. Я знаю то, что покупатель не знает? До того, как я куплюсь, насколько должны вырасти эти инвестиции, включая налоги и транзакционные издержки. Чтобы оценить, может ли инвестор правильно предсказать свою неудачу, нужно ответить на следующие вопросы. Исходя из исторических результатов этого типа инвестиций, сколько он может потерять? Если это решение плохое, есть ли у него другие вложения, которые могут помочь? Он слишком много рискует капиталом? А он раньше терял много денег на инвестициях? На что это похоже? Он контролирует свое поведение или он полагается на силу воли, чтобы избежать паники в неподходящий момент? Многие инвесторы уверены в собственной правоте и считают, что незачем защищаться от последствий ошибок, которые фатальны для инвесторов. Необходимо следить за тем, чтобы инвестиционный портфель был выбран в соответствии с правилами и последствия неправильных инвестиционных решений не будут полной катастрофой. Это означает, что вы можете продолжать инвестировать регулярно, терпеливо и спокойно и постепенно двигаться к своим долгосрочным финансовым целям. Грэм рекомендует учитывать пять ключевых вопросов при выборе инвестиционной компании для минимизации рисков. Первое. Долгосрочные перспективы компании. Откуда у компании прибыль и что заставляет ее расти? Второе. Компания управляет качеством. Руководители хорошей компании несет ответственность за свои действия. Они должны честно признать свои неудачи и нести за них ответственность. Третье. Финансовая устойчивость компании и структура капитала. Зарабатывает ли компания больше денег, чем потребляет и как менеджеры используют эти деньги для дальнейшего увеличения прибыли? Четвертое. Отчет о дивидендах компании. Необходимо изучить дивидендную историю предыдущих 10 лет. Если за последние 10 лет дивиденды увеличились в среднем на 6-7 процентов, это хороший знак. Пятое. Текущая дивидендная ставка компании. И за последних нескольких лет инвесторы часто делают неправильные выводы о прибыльности и жизнеспособности компании. Хорошая оценка требует соответствующей корректировки бизнес-цикла и отсутствия у компании возможности роста. Финансовый советник и независимый анализ акций. Если инвестор хочет получить больше дохода от своих вложений, он может обратиться к финансовому консультанту. Однако возникает вопрос, действительно ли такому человеку можно доверять? Разумные инвесторы не будут покупать или продавать исключительно по рекомендациям. Роль финансового консультанта заключается в предоставлении информации и поиске крупных сделок. Как узнать, нужна ли инвесторам помощь в управлении портфелем акций? Он понес большие потери. У него финансовые проблемы. Его портфолио не совпадает. Его жизнь претерпевает серьезные изменения. Главное правило при выборе консультанта – доверяй, но проверяй. Мошенники часто выдают себя за грамотных финансовых консультантов. Такие люди не позволяют вам узнать их прошлое и не позволяют просматривать информацию о рекомендованных компаниях. Следует избегать таких людей. Вы можете проверить своих потенциальных консультантов следующими способами. Найти информацию об этом человеке и его компании. Запросить информацию у полномоченных представителей ценных бумаг. Если бухгалтер считается консультантом, нужно обращаться в налоговую службу. Наблюдения показывают, что без посторонней помощи выбрать хорошего непрофессионального консультанта почти так же сложно, как выбрать правильные ценные бумаги. Большинство плохих предложений бесплатны. По-настоящему хорошего финансового консультанта можно отличить, определив тип клиентов, которых он по-прежнему ведет. Обычно консультанты берут на себя столько работы, сколько они могут выполнить. Хороший специалист не только ответит на ваши вопросы, но и задаст вопросы лично вам. Ведь нужно полностью понять все аспекты. Многим инвесторам удобнее получить мнение от хорошего финансового консультанта. Людям нужны консультанты, чтобы показать, какой должна быть рентабельность их инвестиций или сколько им следует откладывать для достижения своих финансовых целей. Когда инвестиции падают, некоторым инвесторам просто нужно кого-то обвинить. В конечном итоге это может дать людям стимул для дальнейших вложений. Если инвестор все же решит сам разобраться с этой проблемой, то он должен уметь правильно анализировать ценные бумаги. Анализ ценных бумаг начинается с интерпретацией годового отчета компаний. При выборе акции возникают две основные проблемы. Первая. Каковы основные стандарты корпоративных облигаций или гарантий по привилегированным акциям? Вторая. Каковы основные факторы, влияющие на оценку обыкновенных акций? Идеальная форма анализа акции определить ее фактическую стоимость и сравнить ее с текущей ценой. Это поможет понять, привлекательна ли акция. Эта оценка обычно делается путем анализа средней будущей прибыли компании за определенный период времени и последующего умножения результата на соответствующий уровень инфляции. При анализе эффективности долгосрочного инвестирования в акции необходимо собрать данные, которые помогут ответить на два основных вопроса. В чем причина роста компании? Что является основным источником доходов компании? Самая распространенная ошибка при анализе акций – делать прогнозы без выполнения математических расчетов. В конце концов, чем больше оценка зависит от будущих ожиданий, тем меньше она актуальна для чисел, показанных в прошлых результатах, тем больше вероятность ошибочных суждений и серьезных ошибок. Господин рынок и его игра Грэм сказал, что разумные инвесторы почти никогда не продают акции. Разумные инвесторы обращают внимание на текущие цены на акции только тогда, когда они им действительно нужны. Инвестор, опасавшийся необоснованного снижения рыночной стоимости своих активов, фактически превратил свое главное преимущество в главный недостаток. Вы можете представить инвестора, владеющего небольшим количеством акций частной компании стоимостью 1000 долларов. Один из его партнеров – господин рынок, очень дружелюбный партнер. Каждый день он говорит инвесторам, сколько, по его мнению, стоит интерес. Это также обеспечивает дополнительный интерес для покупки или продажи акций на этой основе. Иногда из-за развития бизнеса и перспектив ценности, доводы рынка кажутся разумными и заслуживающими доверия. С другой стороны, господин рынок часто позволяет своему энтузиазму или страху уйти вместе с ним, и его ценность кажется немного глупой. Если человек – разумный инвестор или предусмотрительный бизнесмен, позволит ли он своим ежедневным взаимодействием с господином рынком определять взгляды на стоимость компании в 1000 долларов. Только в том случае, когда инвесторы соглашаются с ним или хотят с ним торговаться. Инвесторы будут счастливы купить у господина рынка по очень низкой цене и продать ему по очень высокой цене. Но в остальное время лучше сформировать собственное мнение о стоимости активов на основе полного отчета компании о ее деятельности и ее финансовом состоянии. Всегда стоит помнить о том, что невозможно предсказать, что господин рынок будет делать в будущем и когда он это сделает. Однако большинство инвесторов вкладывают средства, исходя из того, что, по их мнению, будет делать господин рынок. Возьмем, к примеру, инвестиции в циклические компании. Идея здесь состоит в том, чтобы покупать акции компании в циклических отраслях, таких как судоходство или промышленность, когда цены падают, а затем продавать их, когда они выздоравливают в будущем. Это зависит от того, когда господин рынок решит. Или подумайте об инвестициях, когда инвесторы пытаются покупать компании с ростом выше среднего, надеясь, что рынок будет платить больше в будущем. Однако эти люди не понимают, что рынок непредсказуем. Рынок легко поддается влиянию, что может вызвать у него серьезные перепады настроения. Вы можете увидеть это на практике потому, как рынок колеблется между нестабильным оптимизмом и необоснованным пессимизмом. Например, когда был выпущен новый айфон, людей переполнял восторг. Господин рынок не исключение. Когда происходят интересные вещи на рынке, вы можете видеть, как это влияет на фондовый рынок. Когда цены растут, приходят люди с готовностью платить больше. В результате, когда рынок слишком оптимистичен в отношении будущего роста, акции становятся слишком дорогими. С другой стороны, иногда рынок бывает слишком пессимистичным, заставляя всех продавать по неоправданно низким ценам. Разумный инвестор должен искать истину в фактах и не может следовать общей тенденции. Он также должен игнорировать перепады настроения господина рынка. Вдобавок, когда господин рынок доволен, он позволит вам увидеть прибыль, который на самом деле не существует в будущем. Поэтому разумные инвесторы сначала сохранят хладнокровие и не позволят эмоциям выйти из-под контроля. Итоги. Разумный инвестор – это тот, кто терпелив, дисциплинирован и стремится учиться. Он также может подавлять свои эмоции и мыслить независимо. Это не столько мозг инвестора, сколько черта личности. Успешные инвестиции на протяжении всей жизни не требуют высокого IQ, необычных бизнес-идей или новой информации. Все, что нужно – это прочная основа для принятия решений и способность не допускать, чтобы эмоции разрушили эту основу. Достигнут ли инвесторы выдающихся результатов в своих инвестициях, будет зависеть от их усилий и мудрости. Неустойчивость рынка также будет играть в этом важную роль. Чем глупее себя ведет рынок, тем больше возможностей для разумных инвесторов. Спекуляция – это не преступление, но вы должны оставлять себе не более 10% ваших инвестиций. Не смешивайте инвестиции и спекуляции. Инвестиции – это операция. После тщательного анализа можно гарантировать сохранность основных средств и достаточную доходность. Сделки, не соответствующие этим требованиям, носят спекулятивный характер. Самым важным в истории фондового рынка является то, что умные инвесторы никогда не должны предсказывать будущее фондового рынка только на основании прошлого. Фондовый рынок не будет расти бесконечно. Норма прибыли, которую ожидают инвесторы, зависит от количества разумных усилий, которые они готовы и могут приложить для выполнения своих задач. Минимальный доход – это для пассивного инвестора, который хочет безопасности и свободы без необходимости активной работы. Активный инвестор получит наибольшую прибыль, и он проявит величайшую мудрость и навыки, регулярно обрабатывая свой инвестиционный портфель. Пять вещей, на которые следует обратить внимание при анализе акций для активных инвесторов. Управленческие способности, долгосрочные перспективы компании, финансовая мощь, структура капитала, дивидендный отсчет и текущая ставка дивидендов. Потерять деньги – это нормально. Инвесторы должны убедиться, что они не потеряют большую часть или все свои средства. В конечном счете, самый большой риск вложений лежит на отдельном человеке. Возможно, он преувеличивает свои способности. Ключевые идеи книги. Инвесторы всегда должны учитывать инфляцию. Инвесторы не должны предсказывать будущее только на основе прошлых результатов. Лучшее деление портфеля инвестора – 75 на 25, из которых 75% акций, а 25% облигаций. Пассивный режим поведения инвестора больше подходит для долгосрочного инвестирования. Лучше провести собственный анализ компании, чем слепо следить за рынком. Отбор финансовых консультантов необходимо проводить очень внимательно, опасаться мошенников и неквалифицированных экспертов. Инвестиции всегда рискованны. Разумный инвестор – это реалист, который продает акции оптимистам и покупает у пессимистов. Чтобы всю жизнь успешно заниматься инвестициями, не нужны ни сверхвысокий IQ, ни изощренные бизнес-стратегии, ни инсайдерская информация. Нужно лишь умение принимать решения на основе здравого смысла и способность контролировать эмоции, не позволяя им приводить к разрушительным последствиям. Инвестиции – это операции, цель которых, тщательно анализируя ситуацию, сохранить вложенные средства и получить приемлемую прибыль. Операции, которые не отвечают этим требованиям – это спекуляции. Явные перспективы роста бизнеса не гарантируют инвесторам прибыль. Воспитав в себе дисциплинированность и мужество, вы сможете противостоять необъяснимым перепадам рыночных настроений, никому не позволяя влиять на ваши инвестиционные решения. В конечном счете не так важно, как ведут себя ваши инвестиции. Важно, как ведете себя вы. Рекомендуем к прослушиванию похожие книги. «Десять главных правил для начинающего инвестора» Бёртон Малкиелл. «Богатый папа, бедный папа» – Роберт Киосаки. «Самый богатый человек в Вавилоне» – Джордж Клейсон. «Думай и богатей» – Наполеон Хилл. «Путь к финансовой свободе» – Бодо Шефер. Дорогие слушатели, напишите, какие еще книги вы хотели бы послушать в аудиоформате. Спасибо за ваши лайки и комментарии. Не забудьте подписаться на канал, если еще не сделали этого. Желаем вам всего наилучшего! Субтитры создавал DimaTorzok